Здарова, разрабы! И сегодня у нас очень важная тема для робототехники, а именно стабилизация движения. Сегодня поговорим про электродвигатели, про токи, про драйверы, про стабилизацию напряжения и про смещённый центр масс. А пока мы не начали, я хочу вам напомнить, что если вам заходит видео по робототехнике, то вы можете поддержать проект своим лайком и подпиской. Итак, перейдём к сути сегодняшнего нашего видео. Сегодня мы разбираем стабилизацию движения. За движение у нас отвечают два электродвигателя постоянного тока, совместные с редуктором, который уменьшает скорость вращения и увеличивает момент на выходном валу. Для начала давайте посмотрим, какой ток потребляют данные электродвигатели. У нас их всего два, и для каждого из них проведём тесты. Мы последовательно соединим наш электродвигатель с источником питания и последовательно в цепь подключим амперметр. У меня в качестве амперметра будет мультиметр в режиме измерения тока. Подадим на наш электродвигатель напряжение в 6 вольт и посмотрим, сколько току он потребляет. После включения цепи мы видим установившийся ток потребления электродвигателя без нагрузки на валу. У нас это в среднем 0,25 ампер. А если мы посмотрим внимательно, то увидим, что в начале у нас повышенное значение тока. Этот ток называется пусковой, и тут он равен 0,6 ампер. Его тоже следует запомнить. Измерив ток второго двигателя, получаем значение тока 0,23 ампера. Итого у нас ток потребления будет примерно равен 0,5 ампера без нагрузки. С учётом нагрузки он может составлять и 1 ампер, и более, что тоже следует учитывать. А общий пусковой ток может быть от 1,2 ампера. Вот эти цифры нам нужно запомнить, потому что в итоге мы должны будем посчитать, сколько всего потребляет наш робот. Переходим к схеме робота. Как мы видим, питается двигатель сейчас непосредственно от батареи. То есть, какое напряжение имеет батарея, такое она и передаст на электродвигатели через драйвер. И это плохо. Для сравнения. Запустим программу и посмотрим на графики изменения угловых скоростей. Запомним эти значения. Так как же сделать хорошо, спросите вы. Делаем следующим образом. Ищем подходящий стабилизатор напряжения, чтобы понизить наше нестабильное значение питающего напряжения на наших литий-ионных аккумуляторах на стабильные 6 вольт. Нам, например, подойдёт вот этот стабилизатор напряжения L7806. Но нам нужен не один стабилизатор, а лучше три. И поставим мы их параллельно. Так делать можно для того, чтобы компенсировать нагрузку на одном стабилизаторе. Но так делать не стоит. Всё-таки есть более лучшее решение, и чуть позже я вам его покажу. Собираем цепь, включаем монитор порта. И что мы видим? Наше значение угловой скорости по сравнению с первым случаем упало. Но это и хорошо. Теперь, когда у нас батарея будет разряжаться, стабилизатор напряжения будет стабильно выдавать свои 6 вольт. Ну, плюс-минус какую-то там погрешность. Но мы этого никак не почувствуем на движении. А что касается хорошего варианта стабилизации напряжения, то я вам рекомендую делать то же самое, что я буду делать в дальнейшем. Я буду использовать вот такой регулируемый стабилизатор напряжения. Да, он дороже, но его можно настроить на разные напряжения. И он гораздо точнее. Как его подключить в цепь, можете увидеть сейчас на экране. Теперь давайте проверим, как робот просто двигается прямо. Ух, вот это дерьмо. Его очень сильно клонит вправо. Это можно комментировать, добавив на правом электродвигателе значение шим-сигнала. Тем самым заставив правое колесо вращаться быстрее. Но потом я подумал, что можно немного изменить конструкцию. И для начала поменять перед с задом. Для этого меняем пины, управляющие электродвигателями. И меняем пины управления шим-сигналом на противоположные. Дальнейшие опыты показали, что лучше утяжелить шариковую опору. Это я и сделал с помощью стопки шайб. И самое главное, нужно было сместить точку опоры, чтобы добиться максимальной точности. То есть, чтобы она была ровно по центру. Да, даже вот маленькие изменения в выставлении точки опоры уже влияют на его движение. Это проверено. Ну, можете и сами это проверить, если вам интересно. Благодаря таким операциям, даже при одинаковом значении шим-сигнала на электродвигателях, он движется ровнее. Ну, а почему он все-таки едет немного вбок? Ну, во-первых, это все-таки немного разные электродвигатели. Когда мы с вами замеряли ток потребления, то он немного, но отличался. И это нормально. Во-вторых, у нас все равно смещенный центр массы. Это тоже влияет на стабилизацию движения. Нужно ли это учитывать? Да, нужно. Но вот в данный момент это делать, это нелогично, потому что, смотрите, в дальнейшем мы поставим туда еще какие-то датчики, лидар. Еще может что-то туда прикрутим, и у нас центр массы, в зависимости от наших наворотов, он будет меняться. Так что его все-таки лучше определить в конце, если уж решились этим заняться. Ну и напоследок я установил тумблер питания. Так удобнее включать робота. Заменил все питающие тонкие провода на толстые, чтобы избежать падения напряжения. И чтобы потоку хватало сечения провода. И плюс я еще приклеил снизу провода, чтобы ничего не моталось снизу. В дальнейших видео уже поставим сюда некоторые датчики, о них поговорим, как их обработать, как использовать эти данные. А уже позже, наверное, все-таки через одно видео поставим сюда разбери и сделаем все то же самое, но на росе. То есть уже мы соединяем два наших плейлиста, конструкторский и роса. И будем уже писать непосредственно программу под рос на данного робота. Если вам понравилось данное видео, то вы можете отметить его своим лайком. И спасибо, что поддерживаете проект. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok